Друзья мои, селедочка у меня уже просолилась в сутки и я ее буду сливать. Первый раз, ой, селедочка с кумбрией, первый раз я готовила по этому рецепту, посмотрите, мутный рассол. В общем, я сливаю рассол однозначно, мне кажется, что он здесь мне нужен. Так выглядит. Я добавлю лук и масло и сейчас попробую. По итогу вкусная ли получилась с кумбрией. У меня тут все, я селедкой называю, с кумбрией, конечно же. Вкусная ли она получилась, очень жирная. У меня еще спросили, где я купила, я купила в соседнем магазине. Как-то я хотела в красной икре купить, красная икра магазин тоже называется, но там она была тощая, больно на нее было смотреть. А эта попалась прям такая жирная, вся ровненькая, красивая. Значит, у меня многие спросили, зачем здесь уксус. Ну, во-первых, это рецепт, который мне дали. Я написала, что это рецепт, который мне поделились в комментариях. И уксус шел по рецепту. Я сделала все в точности, как было написано в рецепте. Сейчас продегустирую, попробую и вам сообщу, нравится мне или не нравится. Единственное, что я сделаю, там, в общем, не было написано, как это хранить ее после засолки. Я слила весь рассол, добавлю сейчас лук. Прямо глаза съедает. Добавлю лук и залью маслом. А знаете, как сделаю, в другую чашку. Ой, многие мне еще кто-то, не многие, некоторые написали, надо же обязательно хранить его в стекле, ведь это же пластик. Всю дорогу храню в пластике. Это пищевой пластик, а не какой-нибудь там пластик. Это обычный пластик пищевой, контейнеры для еды. И в них хранится еда. Кто хочет, храните в стекле, хоть в чем хотите храните. Это ваше личное дело, не мое. Буду перекладывать, вот так сделаю. Сейчас маслом по куче полью. Специально перекладываю, чтобы пополила все равномерно. Если у меня по вкусу будет недостаточно уксуса, уксус есть в рецепте, то я еще и добавлю уксуса взблизну. Но пока вот только маслечком. Масло пахучее у меня. Пахучее это со Ставрополья. А, рука же забыла. Спасибо, Пацана. Все, что не уместится, придется съесть. Хорошая идея. Вот так сделаем. Так. Сейчас. Еще раз выкину. Лук очень острый. Прям чувствую, как глаза у меня уедают. Я бы добавила еще уксуса, честно, на мой вкус, потому что я люблю с уксусом. Но скумбрия это другая история. Это не селедка. Селедка любит, на мой взгляд, уксус лично для меня по вкусу. А скумбрия более нежная. Ну что, попробуем? Ладно, перчатки сниму, дабы вас не травмировать, вашу психику. Многие и так не выдерживают перчаток на мне, а тут еще и есть в них. Сейчас кусочек съем, большую попробуем. Ну, я не могу сказать, что она плотная, но такая рыхловатая. Ну, давайте попробуем. Сутки прошли практически. В рассоле она была. Ммм, какая вкусная. Она слабо-слабо соленая. Очень слабо соленая. Ммм, ну на, попробуй. Слабо-слабо соленая. Нежная. Очень вкусная. Как хранить ее, не знаю, вот у меня будет в луке, и будет ли она у меня храниться, я не знаю. Мне кажется, я ее быстро съем. Очень вкусный рецепт. Прям огнище. Друзья мои, выше всяческих похвал. Реально. Очень вкусная. Ммм. Огнище. Просто невероятное. И тебе понравилось? Давай сюда кусочек. Желатин тебе тоже понравилось. На. Огнище. Огнище. Очень вкусно. Приятного аппетита. Обязательно попробуйте приготовить. Обязательно. Обалденная скумбрия. Просто выше всяческих похвал. Реально. Очень вкусная. Очень вкусная. Огнище. 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 Огнище.